Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что ж, а прокомментировать наряды этих барышень я попрошу нашего эксперта моды, Эвелину Хромченко. В чем ходить на первое свидание так, чтобы его не провалить? Зависит от сценария этого самого первого свидания. Один из самых распространенных вариантов – это, конечно, поход в кафе или в ресторан. Будьте добры, пожалуйста, продемонстрируйте ваше белое бложение. Ну, этот силуэт, конечно, достаточно откровенен для первого свидания. Все же юбки такой длины, лучше ходить на третье. Что же касается свидания первого, то здесь, конечно, имеет смысл слегка заколоть юбку внизу. Но главное, чтобы это была юбка или платье, потому что в этой ситуации мужчина не ощущает женщину конкурентом. Телесного цвета туфли подходит буквально ко всему. А в маленькой сумочке на самом деле помещается многое. Но для первого свидания это особенно важно. Люди нервничают, это нормально. Сумочка может упасть, из нее может много что высыпаться. Пусть в вашем арсенале всегда будут красивые черные шелковые пакеты для всего того, что вы не хотели бы показывать мужчине вашей мечты. И, наконец, на первое свидание, равно как на второе, на третье, на двадцать пятое, нужно прийти с прической, с макияжем. Эти прическа и макияж могут быть такими незаметными, что мужчина даже не подумает, что вы провели полдня в прихмахерской. Он решит, что все вот так вот и было, вы с этим родились. И тогда это очень правильный результат. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. Давайте теперь представим себе более партикулярную и безопасную ситуацию. Такой приличный мужчина попался, в театр пригласил. Давайте покажем платье. Молодой женщине хочется показать себя. В этой связи платье она выбрала не черное, а цветное. Зеленый цвет сезона – это, скажем так, допустимый вариант, особенно зимой, когда цвета не хватает. Здесь очень правильно подобраны цвета аксессуаров. Они понятные. Черные туфли, темная сумка из дорогого крокодила, заметьте. И черное колье очень отчетливо сочетаются, создавая определенную ритмику. Мужчины это любят. А вот тот факт, что нету линии талии отчетливой, меня печалит. Почему? Потому что сверху меха – это хорошо, тепло и вообще красиво. Но эти меха, они закрывают гендерную разницу – грудь, талия, бедра. Будь здесь на этом платье черный, опять-таки, поясок, пусть даже тоненький, мужчина чувствовал бы себя спокойно, он бы знал. Женщина фигуристая. А вот в данном случае есть необходимость, ну, в определенный момент эту жилеточку снять, чтобы показать, есть грудь, есть талия, есть бедра. Мужчина должен знать, особенно перед тем, как принять решение о том, быть ли второму свиданию. С женщиной все в порядке. Это многообещающая женщина, поэтому помогите ему. Большое вам спасибо, пожалуйста, возвращайтесь. И, наконец, герой попался романтически и пригласил вас гулять. Давайте покажем, в каком виде нам стоит это делать. Мой первый и самый важный совет – не отправляйтесь с ним гулять в зимний парк в легких туфлях на каблуках. Наденьте что-нибудь на сплошной подошве, желательно на рифленый, для того, чтобы не падать. Если вам будет необходимо, чтобы он поддержал вас, ну, в конечном итоге сыграйте, любая женщина-актриса, найдете, чем его занять. Но ломать ноги и особенно мерзнуть на свидание, которое вы не хотели бы завершать исключительно из-за погодных причин раньше, нежели ему предписано, конечно, необходимо держать ноги в тепле. А также руки и нос. Короче говоря, в конце января на свидание в парк не ходите. Мой вам дружеский совет. Большое вам спасибо. Возвращайтесь, пожалуйста. Как бы ни пошло ваше свидание, знайте, в отличие от первого впечатления, у первого свидания всегда есть возможность повториться. Правда, не факт, что с вами будет тот же самый мужчина. Спасибо большое, Эвелина. Все об одежде для первого свидания вы сможете найти также на нашем сайте.